В Иркуте завершилась спартакиада народов севера. По традиции, самыми зрелищными стали гонки на олених упряжках. В Заполярье приехали участники из Коми и Ненецкого автономного округа. Правда, теплая погода на этот раз едва не сорвала состязания оленеводов. С места события Константин Куратов. Первыми обкатали трассу байкеры клуба «Полярные волки». Сразу же после них стартовали оленеводы. В скорости и умении управлять упряжкой состязались и мужчины, и женщины. Как всегда, все женщины со своими мужьями, но какая-то часть женщин, она осталась, конечно, в чуме вести домашнее хозяйство. Поэтому женщин будет чуть-чуть поменьше, ну, порядка 30 человек, я думаю, что женщин будет участвовать. Яркое зрелище собрало тысячи горожан. Среди них гость из Голливуда, бывший английский футболист, а сейчас актер Винни Джонс. Он приехал в Иркуту на съемки документального фильма об опасных российских профессиях. Он успел поучаствовать в соревнованиях по мини-футболу, прокатиться на оленей упряжке и поболеть за других. Кстати, гонки до последнего момента были под угрозой. Несколько дней до праздника лил дождь. Трасса раскисла, а лед на реках не окреп. Столкнулись с достаточно серьезными проблемами из-за того, что зима еще не стала, да, и нужно было переезжать реки. Но, тем не менее, люди пришли, значит, люди верят, люди надеются, что и город, и Воркута будут жить, развиваться. И так и будет, потому что тот снег, который сегодня завозился, ведь действительно на этом поработали все люди. Первое место занял Филипп Литков из Воркуты. Он и уехал на мото-снегоходе. После гонок Игорь Шпектор провел конкурс национальных костюмов. Красивейшие наряды из меха оленей продемонстрировали ненцы, ханты, манси и коми. Громче всех зрители аплодировали самой маленькой участницей. Вот такие маленькие крохи рождаются в нашей столице мира. У этой мамы, которую я знаю многие годы, это пятый ребенок. Все время были девочки, вот появился... Все время были мальчики, вот появилась девочка. Воркутенцы чествовали победителей спартакиады народов севера. Уже в 14-й раз главный кубок заполярных игр остался у хозяев. В этом году удалась очень сложная ценой победа. Я думаю, что здесь присутствует не только спортивное достижение, но и, наверное, характер. И я бы, наверное, выше поставила сегодня характер, злость у воркутинских спортсменов. Потому что, как никогда, в этом году было очень сложно выиграть. Воркутинцы взяли золото сразу в пяти видах. Это бокс, греко-римская борьба, плавание, мини-футбол и гиревой спорт. У главного соперника, нового Уренгоя, выиграли всего четыре очка, но отстояли свое лидерство. Третье место у Сыктывкара. Константин Куратов, Елена Царанова, телеканал Юрген, Воркута.